Уважаемые господа, я верховод Дмитрий Бенедиктович, генеральный директор открытого акционерного общества Технопарк Новосибирского Академгородка. Я искренне рад вас приветствовать здесь, у нас в Технопарке, или как мы его называем, в Академпарке. И предлагаю вам такую программу. Я вам сейчас сделаю некую презентацию, рассказывающую о возможностях нашего Академпарка для развития малого инновационного бизнеса, и особенно для развития начинающих предпринимателей. Потом я вместе со своими коллегами вам покажу вот это здание, который называется «Центр технологического обеспечения приборостроительного кластера» Технопарк Новосибирского Академпарка. Потом у вас будет кофебрейк, после которого мы у вас проводим соседние здания. Первый из них. Да. Мы должны будем участвовать, чтобы те, кто участвует в этой филармонии, чтобы они успеют в год приехать. Филармония это что? А нет, там будет предприятие посвященное предопразднование. Понятно. Ладно. Значит, у нас первоначально была информация о том, что у нас на 3 часа, но если на 2... У нас немножко сократилось. Ну, ради бога, кстати. Значит, когда мы сделаем все немножко более, значит, оперативно, но в любом случае, кстати, мы вас проводим в соседнее здание, там вам покажут Центр информационных технологий, бизнес-инкубатор нашего, кстати, IT-кластера. Если останется времени, если вы подниметесь на 13 этаж и посмотрите с высоты 54 метров на Академгородок, ну и как бы предложение такое, что если у вас будут вопросы непосредственно ко мне, то задавайте их сразу после моей презентации. Принимается? Да. Академпарк инфраструктуры генерации и поддержки инновационных компаний. Кстати, вот здесь вот сверху приведены логотипы, значит, организаций, правда, вот здесь чуть-чуть сибирского отделения нету, которые, кстати, как бы непосредственно реализуют этот проект. Это со стороны федерального правительства, это Министерство связи и массовых коммуникаций, правительство Новосибирской области, и, ну и рек, город Новосибирск, и еще сибирское отделение Российской Академии наук. Значит, вот этот вот слайд, это то, что мы называем некой пирамидкой цели, да, то есть понятно, что, занимаясь реализацией, созданием технопарка, мы что-то делаем, да, вот возникает вопрос, а что же мы делаем и для чего мы это делаем? И вот мы говорим о том, что конечной, кстати, самой важной нашей целью, индикативной, верхней является вот такая задача. Генерал создания условий для возникновения не менее 20 новых успешных инновационных компаний. То есть мы ставим основную свою задачу создать среду, в которой каждый год будет рождаться 20 новых успешных инновационных бизнесов. Ну, понятно, что для того, чтобы рождались новые бизнесы, надо, чтобы процветали существующие, потому что там, где все, как говорится, умерло, новое точно никогда не рождается. Ну, вот, поэтому вторая цель, которая стоит, это создание условий для постоянного экономического роста и развития действующих инновационных бизнесов, которые расположены здесь, на нашей площадке. Но для того, чтобы, кстати, как бы эти бизнесы развивались и развеют, надо создать специализированную технологическую инфраструктуру. Я потом подробнее расскажу, что это означает. Кроме этого, надо построить офисные и специализированные лабораторно-производственные здания, где размещаются сами компании. Ну, и, как вы сами понимаете, для того, чтобы вообще что-то создать и что-то построить, надо сперва построить инженерную инфраструктуру. Так как мы строим очень сложные и очень специализированные объекты, то наша инфраструктура тоже оказывается очень непростой. В технопарке мы создаем четыре кластера. Вот они здесь перечислены. Это пряморостроение, это одна из самых развитых в нашем инновационном предпринимательстве направлений. Это информационные и телекоммуникационные технологии. Это нанотехнологии, новые материалы и биотехнологии, биомедицины. И вот для каждого этих четырех кластеров мы создаем вот такую вот пирамиду. Она, как вы понимаете, полностью перекликается с той предыдущей пирамидой. То есть для каждого кластера, кстати, мы создаем специализированную инженерную инфраструктуру. Для примера приведу, наш центр наноструктурированных материалов, технологический центр нашего нано-кластера, имеет электрическую мощность 8 мегаватт. Ну там, для того, кто не ориентируется, это вообще маленький поселок, или даже не маленький, поселок тысяч на 20 населения. А значит, там отдельный газопровод, там газгольдеры, там подземные хранилища химических, кстати, веществ, там специальные очистные сооружения и так далее. То есть наша инженерная инфраструктура, мало того, что она, кстати, как бы общая, еще и очень специализированная. Дальше мы создаем специализированные офисно-лабораторные производственные здания и жилье. Мы создаем специализированные технологические центры, и верхняя задачка, кстати, это специализированные бизнес-инкубаторы. Вот сегодня два таких технологических центра и два таких бизнес-инкубатора специализированные, мы вам покажем. Ну, вот на этой, кстати, как бы диаграмме все наши существующие и планируемые на сегодняшний момент объекты недвижимости. Сейчас мы с вами расположены, кстати, вот в этом здании. Значит, оно называется, как я уже сказал, центр технологического обеспечения. Это 9,5 тысяч квадратных метров. Построено и введено оно было в 2010 году. Значит, что здесь располагается, мы сейчас увидим, поэтому я подробно, кстати, как бы не буду. Значит, здесь же расположен центр наноструктурированных материалов. Это технологический центр нашего нано-кластера. И здесь же расположен кампус компании резидентов технопарка, общей площадью 19,5 тысяч квадратных метров. А здесь располагается, здесь все есть. Здесь есть производство, здесь есть офисы, здесь есть лаборатории. Значит, тут, в общем, есть совершенно уникальные, кстати, как бы объекты. Причем, что очень важно, что вот если вот эти два здания в общей площади 14 тысяч квадратных метров были построены за счет средств бюджетов, федерального, кстати, и областного, то вот этот вот комплекс зданий 19,5 тысяч квадратных метров был построен полностью за счет частных инвестиций самих компаний резидентов. А если мы посчитаем стоимость еще и оборудования, то получим, что, в общем, сумма частных инвестиций составляет порядка 60%. Ну ладно. Значит, у нас есть соседняя площадка. Дальше. Вот эту площадку мы полностью завершили, кстати, еще в 2011 году. У нас есть соседняя площадка, на которой в 2012 году мы построили и сдали вот эту первую башню. Называется она Центр информационных технологий, 19,5 тысяч квадратных метров. К ней пристроены два административных здания, построенные за счет частных инвестиций. Здесь же расположена вторая башня, которую мы называем Центр коллективного пользования, также 19,5 тысяч квадратных метров. Вот эта башня будет сдана до конца первого полугодия этого года. Она в целом уже построена, сейчас там ведутся финишные отделочные работы и документальное оформление сдачи. Значит, вот здесь вот беленьким обозначены перспективные объекты, которые мы должны начать строить и завершить до конца 2014 года. В настоящий момент по большей части этих объектов, практически по всем заключены уже инвестиционные договора, они строятся за счет средств частных инвесторов. Ну вот, среди этих объектов недавно мы публично обнародовали, мы заключили инвестиционное соглашение на строительство вот здесь вот, на фитнес-центре. Значит, в этом здании мы побываем. Вот это здание, как я уже сказал, называется Центр коллективного пользования. Здесь расположены различные объекты, ну как бы общей инфраструктуры технопарка. Значит, там располагается, так называемая, межуниверситетская магистратура по инжинирингу, там располагается Центр технического творчества школьников, или, как мы его называем, купленных техников, и также много всяких, кстати, общих объектов. Так, ну вот, значит, по нашему первому зданию, ну мы его сейчас увидим, поэтому тут особенно, да, наноцентр. Значит, введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года, общая площадь 4,5 тысячи квадратных метров, построен за счет средств, как бы полностью областного бюджета. Инвестиции в общей сложности порядка миллиарда рублей в него вкладывает госкорпорация Роснано. Это наш общий с Роснано проект, то есть мы по их техническому заданию, как бы, нанотехнологического центра Сигма построили вот это вот уникальное здание. Они сейчас, кстати, ведут его оснащение. Сдать мы его планируем до конца, запустить уже фактически промышленную эксплуатацию до конца июня этого года. Значит, вот еще один, кстати, объект, вот в этом комплексе, о котором я уже говорил, оно называется у нас биотехнологический центр и бизнес-инкубатор. Значит, тоже был построен в конце 2011 года, сейчас ведется его оснащение. Часть компаний, кстати, бизнес-инкубатора, био-бизнес-инкубатора там уже работает. Ну вот про это я уже сказал, про эту башню тоже уже сказал. Но, значит, здесь у нас в качестве одного пристройки к этим башням, кстати, есть ухо, которое гостиница, то есть мы планируем, что у нас будет собственная гостиница на 65 мест. Ну вот теперь несколько слов, так говорится, про недвижимость закончили. Несколько слов про наши компании-резиденты. Значит, на конец первого кварта у нас 247 компаний-резидентов, 54 компании, которые стартапы, то есть компании-бизнес-инкубатора и общее количество порядка 7 с лишним тысяч сотрудников. Значит, за 2012 год мы подвели итоги. Выручка нашей компании-резидентов превысила 12 миллиардов рублей. И всего они заплатили порядка 1,8 миллиарда рублей налогов в бюджеты всех уровней. Ну вот здесь вот, как мы это называем, кладбище логотипов. То есть тут логотипы нашей компании. Ну, можно очень долго и подробно про них рассказывать. Ну вот, например, компания, кстати, Алавар, это крупнейший в Восточной Европе производитель компьютерных игр. Так называемых казуальных, ну, то есть таких простеньких игр, да. Значит, ну вот компания Сигнотек, да, вот ей принадлежит одно из зданий вот здесь вот на этой площадке. Эта компания является основным поставщиком средств контроля за интернет-трафиком со стороны правоохранительной системы, то есть то, что называется СОРОН. Значит, ну, ЦФТ вы все знаете, да, это карточки «Золотая корона», город и, в общем, прочее. Мобильный расчет. Ну, да, да, то есть это один из крупнейших поставщиков биллинговых и банковских соотрешений, да. Ну, Дубльгиз. Ну, Дубльгиз, да. Унискан. Да, Унискан, да, значит, компания, которая поставляет средства охраны американо-мексиканской границы, да. Это о многом говорить. Что еще здесь? Да, ну вот компания, кстати, Медико-Биологический Союз, один из ведущих наших президентов. Медико-Биологический Союз поставляет 70% рынка СНГ по системам, кстати, диагностики вирусных и инфекционных заболеваний, да. Ну, еще раз говорю, много можно говорить. Вот Торнадо, кстати, модульная система, основной поставщик, кстати, системы диспетчеризации для крупных энергетических объектов, атомных и тепловых электростанций, да. Ну, то есть у нас есть, на самом деле, основным назначением технопарка, то есть технопарк является инфраструктура поддержки малого и среднего инновационного бизнеса. Основная часть нашей компании является компаниями малого бизнеса. Есть несколько достаточно крупных компаний, которые уже фигурируют в разряде, кстати, компаний среднего бизнеса. Вот в прошлом году, в конце прошлого года, в ноябре, Ассоциация инновационных регионов вместе с рейтинговым агентством «Эксперт» сделала так называемый рейтинг газелей, инновационных газелей, то есть это быстро растущих инновационных компаний. Вот, значит, в топ-30 газелей страны попало, кстати, 5 наших компаний. Кстати, одна компания, в частности, «Эксперт» попала в топ-5. И там была на встрече, кстати, с «Медведи». Ну, а теперь, собственно, кстати, что, ради чего все это построено, кстати, и создано. Значит, ну, сейчас я... Значит, самым, наверное, главным для начинающих бизнесменов мероприятием, которые проводит Академпарк, является летняя и зимняя регионационная школа. Что это такое, кстати? Значит, эти школы... Вот такой трюморолик есть. Может, посмотреть. Да, 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 да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!